В Дружковке день открытий. Глава области и мэр города открыли после ремонта детское инфекционное отделение, два молодежных центра и бассейн, который не работал 20 лет. Реализовать эти проекты удалось благодаря совместному финансированию из городского и областного бюджетов. Насколько успешно вложили почти 10 миллионов гривен, узнавал Алексей Куделя. Открытие детского инфекционного отделения в Дружковской горбольнице номер 2 ждали давно, а вот символическую ленточку перерезают руководители области, города и главврач больницы. Руководитель учреждения показывает гостям отремонтированное отделение. Здесь светлые удобные палаты, новая мебель, садтехника и оборудование. Ремонт отделению был необходим, говорит главврач. На это из местного и областного бюджетов потратили более 3,5 миллионов гривен. Инженерные коммуникации были в плачевном состоянии и бытовые условия для медицинского персонала и для больных. Также на базе местного дворца культуры и центральной библиотеки заработали два молодежных центра. Здесь юные дружковчане смогут проводить время за настольными играми, постановкой собственных спектаклей. Для самых маленьких посетителей игрушки и занимательные мастер-классы. Нужны такие центры, потому что в дружковке много людей, особенно молодежи, и им надо как-то проводить время, общаться между собой, а не лазить где-то по улицам. Наиболее ожидаемым и обсуждаемым событием стало открытие бассейна. Он не работал почти 20 лет. Теперь в местной спортивной школе будут готовить не только баскетболистов, футболистов, легкоатлетов и мастеров тхэквондо, но и пловцов. Мы думаем, что примерно 35 человек будет заниматься в 45 минут, даже до 40. И примерно в день до 200 человек должна быть проходимость бассейна. Восстановление не было легким, признается градоначальник дружковки, но с совместными усилиями удалось вернуть горожанам место для занятия плаванием. Восстановление бассейна обошлось в 5 миллионов гривен. Мы ждали и государственные деньги. В прошлом году получили суббенцию государственного бюджета 2,5 миллиона гривен, которая нам дала возможность закинчивать химовое обладание, вентиляцию на ВУ. И мы смогли уже в этом году придать свои деньги. Котельню на ВУ влаштовали. Губернатор области отмечает, власть дружковки эффективно работает на благо горожан, поэтому обещает и дальше помогать развивать здесь муниципальную инфраструктуру. Тут достаточно эффективно использовали деньги. Додатково дружковка получила 30 миллионов гривен за переведение вывесок на украинскую мову. И они классно их вкладывали. И они в связи с этим получили додатковый финансовый ресурс. Допомогать нужно тем, кто работает, кто хочет. Останавливаться на достигнутых результатах в дружковке не собираются. В этом году власти планируют реконструировать центральную площадь и городской парк. Алексей Куделя, Игорь Мянастырев, Телеканал Донбасс.